Вашему вниманию участники поединка в легчайшем весе. Синий угол бойцу 23 года, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм 300 граммов. Профессиональный рекорд 6 боев, 5 побед при всего лишь одном поражении. Базовый стиль бойца ММА. Он из столицы Таджикистана, из города Душанбе. Мехардот по прозвищу Шоудайм. Умаров. Красный угол бойцу 25 лет, рост 173 сантиметра, вес 62 килограмма 600 граммов. Профессиональный рекорд 8 боев, 4 победы при 4 поражениях. Базовый стиль бойца Панкратион. Из города Нижний Новгород Амар Арзаев. Рефери поединка Гирихан Шибилов, город Магас. Чуть-чуть с перевернутым флагом, впрочем, замечательного, известного клуба Сталь. Я вот могу сказать, что я парней очень хорошо понимаю. Им сейчас немножко не до того, чтобы правильно держать флаг там или еще что-то. Тем более, что мне их понять проще. Я сам так косячил. Помню, когда-то выводил Толю Покровского, замечательного нашего спортсмена. О, хорошее попадание. Еще добавляет. И берет шею на удушающийся. Умаров. Пока нет. Выводил замечательного бойца Толю Покровского на бой с Муратом Казганом, который вроде как и прошел в ничью тогда. Но вот такую ничью, что Казгана тогда, помню, увезли в больницу с преломом човести. Ну и я, собственно, накосячил точно так же. Перевернули мы наш баннер. Поэтому парням с полным пониманием. Им сейчас вот до того, что происходит в клетке. В клетке происходит тем временем яркое такое феерическое противостояние. Очень резко начали. Сразу пошли попадания, сразу попытки. Вот так вот, по-отечески. Ну, Гирихан, да. Дядя Гирихан. Гирихан. Такой отец родной для, соответственно, всех спортсменов. То есть, говорит, я понимаю удар случайный. Будь просто, говорит, чуть аккуратнее. Ну, посмотрите, Лео, как здорово сейчас Рзаев встретил соперника. Взрывной, взрывной, конечно, соперник. Боец из Таджикистана. Мехрот Умаров. Ой-ой-ой. И оба бойца, смотрите, готовы зарубиться. И мне что нравится, вот переводы, которые они делают, это переводы, вот, ну, это невольники. Хотя, вольники тоже так делают. Вот эти зацепы изнутри, это такие самбийские, дзюдоистские больше вещи. Боевые самбисты вот часто используют. Приятно, приятно видеть разнообразие борцовской техники. И не те, ну, какие-то действия, которые вот прям каждый исполняет. Зацеп изнутри, непростой прием. Его, для того, чтобы его сделать, надо очень хорошо подготовительную работу провести. Так или иначе, мы видим, что сейчас в своем углу, ну, каждый раз оговариваемся, и еще не раз придется. Мы понимаем, что это круглая клетка. Ну, импровизированному углу. Да, но угол это устойчивое выражение, поэтому будем говорить именно так. Значит, в синем углу, в своем родном, соответственно, сейчас бойцы. Перевел туда Мехрот Умаров. И есть ощущение, что, в принципе... Ух, хорошее колено, мы сейчас наблюдали от Розаева. Разворачивает он соперника, ну, и тут же Мердот. Идет сейчас борьба за позицию, за инициативу. Да, как правило, у кого ниже плечо в такой ситуации, тому выгоднее. И в данном случае выгоднее Умарову. Ну, и хорошо он себя пока чувствует. И, мне кажется, он более результативно провел пока эту первую половину первого раунда. Пожалуйста, сейчас у нас карусель. Так, ну и вот к нам за комментариевскую позицию, да, зашли. Да, ну мы подсказывать не будем. Да. Ой, как интересно. Понял, это Розаев, да, и переводит соперника... Сам-сам, без наших подсказок, обратите внимание. Очень интересное действие. Это такое скручивание. Это не суплекс, не фолусуплекс, даже не его попытка. Это именно скручивание, когда центр тяжести соперника переводится за площадь его опоры. Вот таким вот скручивающим движением. И вот находится сверху теперь представитель Нижнего Новгорода. Был там, кстати, недавно, комментировал турнир, удивитесь, по боевому самбо и самбо. Там в это вкладывают серьезные деньги местная федерация. По-настоящему шоу такое закатили. И не случайно, потому что Нижний Новгород одна из главных самбийских школ. Вот, может быть, отсюда корни вот этих интересных действий Амара Рзаева вполне может быть. Там находится Кстова, там находится Саров, Дежинск. Очень-очень сильные такие самбийские вотчины. Ну и, в общем-то, старается работать активно, хоть это и не очень просто Амар Рзаев. Но вот находит иногда. Здорово снизу угрожает приемами постоянно Умаров. Приятно на это смотреть. Но вообще не отлеживается. Все время пытается сдавать угрозу. И не видимость угрозы, а пытается именно реальную угрозу создать. Это впечатляет. Действительно заряжает победу. Ой, хороший локоть. Совершенно не завидую судьям. И не понимаю, как оценивать такие близкие, соответственно, раунды. Да, особенно вот до первой части была. Прям, ну, там рубка откровенная туда и сюда. Потом перевод, потом контроль. Вот сейчас тоже то туда, то сюда. Ну, как качели этот поединок пока что у нас проходит. И вот из того, что мы увидели, это самый конкурентный бой. И самый, наверное, яркий. А дно, скажем, это точно в нашу пользу. То есть тут, безусловно, мы как зрители с большим удовольствием смотрим и благодарим спортсменов. Ну что ж, давайте еще раз насладимся самыми яркими моментами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, возобновляется у нас этот увлекательнейший поединок. Поприветствовали друг друга бойцы. Между Мехрдодом Умаровым и Амаром Рзаевым. И обратите внимание, сейчас уже вперед идет Рзаев. То есть почувствовал какие-то ключи к победе в этом поединке. Чувствует он свое преимущество. В чем именно, сейчас попробуем узнать. Вот подвел он опять, соответственно, к нам. И здесь уже развернул Умаров. Борьба в кресте вообще увлекательная, уникальная такая для нашей советской, наверное, можно сказать, школы. Калина была хорошая от Рзаева. Вот, например, школа Абдулманапа, она практически, Нурмагомедова, практически вся построена на клинче. И в вариациях из этого клинча. Класс. Класс. Вот обратите внимание, то же самое, да? Вот вроде бы просто зацеп, если это был он, я не уверен, что точно рассмотрел. Но зацеп принципиально другой, потому что делается он из клинча. Вот это не нарабатывается просто там каких-то самбийских или просто дзюдайских залах. Это уже адаптация. Это уже адаптация под боевое самбо, под смешанное единоборство. И здесь, конечно, порадуемся, что спортсмены этим владеют. Ну вот, снова начало, получается, забирает Умаров. Хорошая подсказка. Ничего себе, даже такое было. Ну там прям отчетливо все было слышно, к сожалению. Понимаем, что эмоции есть эмоции, но нужно и понимать... Я, честно говоря, никогда не слышал, чтобы кто-то здесь матерился. Ну да, кстати, в футболе это нормальное явление считается, к сожалению. А вот в единоборствах я первый раз точно наблюдаю. Должен признать, я футболиста так себе не смотрю, не болею. Я еще в те времена, когда это было очень важным атрибутом, ты должен был обязательно правильно ответить на вопрос, за кого ты болеешь. За ЦСКА или Спартак? Ну, в Москве было два варианта. Хотя нет, были, конечно, еще. Ну там побольше, но масса... Основные, основные варианты были эти. Ну, допустим, если в Риме тебя, ты остановишь кого-нибудь, ты голосуешь на дороге, кого-нибудь остановишь, тебя могут спросить, откуда? Лацо или Рома? Да. И вот здесь вот вам нужно очень правильно ответить. Очень, очень, да, внимательным быть с ответом. В Сербии, да, во многих других странах. Ну, сейчас, мне кажется, эта волна уже сходит. Ну, а вернувшись, соответственно, к нам, у нас же тоже, кстати, есть клуб. Ой, молодец какой, как развернулся хорошо. Слушайте, какой интересный борцовский эпизод. Вот прям любо-дорого, честно говоря, отвлекаться от всех абстрактных мыслей ради вот такого реального поединка. Здорово. Мне вот прям очень симпатично, как работают они в клинче. Как быстро, хорошо переходят вот до 10-10. Ну, и вот, посмотрите. Ай-яй-яй, какой подхват. Вот этот бой сейчас начинает напоминать противостояние Джихада Юнусова и Ислама Амарова, который недели ранее в Краснодаре состоялся. Вот что-то похожее мы тогда видели. Всю красоту вольной борьбы, грэплинга. Да, а здесь вот, наверное, можно сказать, там, самбо, боевого самбо. Надо уточнить, конечно, у ребят, какая у них классная школа. Дисциплина, в принципе, в борьбе, да, так скажем, это будет всеобъемлюще. Ну, вот сколько уже было переводов, и ни одного из них прохода в ноги. То есть это говорит о том, что все-таки у них какая-то более сложная база. Ну, более сложная в том плане, что, может быть, нестандартная. Мы привыкли к тому, что это борец-вольник с поставленной ударной техникой. Вот вообще не так построена борцовская техника, ребят. Вот сейчас молотки включает Рзаев. Ну, и хорошо он сейчас смотрится, конечно. Да, и... То есть чувствуется, поймал кураж какой-то, поймал уверенность в себе в этом поединке, понимает, что делать. Хотя сначала, на первой минуте Умаров прям показывал себя шикарно. Ну, и посмотрите, сейчас Рзаев вот так вот придушивает предплечьем соперника. Это очень тоже неприятно. Да. Он локтем добавляет. Он опирается вот предплечьем. Задушить, конечно, так не задушишь. Но то, что ты собьешь дыхание, а это очень важно. Это вполне вероятно. Ну, и посмотрите, раз в раз бьет Рзаев. Сейчас, да, действительно, поединок под его контролем проходит. И второй раунд он наверняка может рассчитывать, что этот второй раунд пойдет ему в копилку. Есть ощущение, что он чуть больше готов к длинному поединку. То есть Мехардот Умаров больше привык работать таким наскоком, то есть сносить. Таким вихрем сносить своего оппонента. А потом он, немножко вложившись в это действие, ну, череду действий, разумеется, немножко встает. Ему надо отдышаться. А вот отдышаться ему Марзаев уже не дает. Вот ощущения у меня пока такие. В первом раунде не знаю, как оценивать. Второй раунд у меня есть ощущение, что Марзаев таки забрал. Очень классный поединок, действительно, мы наблюдаем. Сейчас бойцы будут восстанавливаться. Давайте мы тоже немного вместе с ними отдохнем. И если будет возможность, понаблюдаем за самыми яркими моментами этого раунда. Ну, а если покажешь еще угловых, послушаем их. Третий раунд. Секунданты. Третий раунд. Итак, все готово практически к третьему раунду этого увлекательнейшего поединка. Мерхдо Думаров против Амара Рзаева. Бой в легчайшем весе. Первый поединок сегодняшнего турнира, который дошел до третьего раунда. И снова начинает зарубаться на первых секундах бойцы. О, и со сменой стойки тоже работает. Так здорово поменял и ударил с дальней. Дышит лучше. Да, вот хотел как раз это отметить. Вернуться к вашей мысли, Маршал. Функционально лучше готов. Возможно, что-то произошло во время борьбы. Где-то какое-то повреждение. Ведь мы не всегда знаем. Бывает, что какой-то ушиб ребра, и он очень сильно сбивает дыхание. Какой-то пропущенный удар. Может, это случилось с Умаровым. Возможно, да, действительно, просто соперник лучше физически готов. Вы знаете, еще, наверное, такую мысль предложу. Иногда сбитое дыхание, когда мы размеренно дышим, мы можем сколько угодно боксировать, бороться, еще что-то. Но как только дыхание сбивается, перестает правильно функционировать практически весь организм. Перестает работать мозг так, как ему должно работать. перестает правильно приниматься решения. И вот восстановить вот этот ритм, и восстановить вот эту нормальную работу очень тяжело. Возможно, где-то просто сбил дыхание, а многие спортсмены специально работают, вот бьют по грудной клетке, например, чтобы это дыхание сбить. Конечно, конечно. Это очень важный такой тактический момент. И при том, что, может быть, готов был физически хорошо у Маров, но вот где-то это дыхание сбил. И на такой дистанции, как 15 минут, это, конечно, уже не может не сказаться. Ну, Ирзаев продолжает. Плюс, давайте, посмотрите, сам чуть не накрылся. Да, и обратите внимание, у Маров все равно проводит приемы, он все равно пытается их делать. Другой момент, что сейчас только теряет от этого больше сил, но показывает яркий поединок. Вот что важно. Да, яркий поединок, и на уровне мышечной памяти, рефлексов видно, что у него очень хорошо вот эти вот приемы поставлены. Заставлены и продолжают. Да, ну и при этом характер. Конечно же, это говорит о характере бойца. Да, безусловно. И оба сейчас друг друга подсвечивают, наверное, да, тем, что одному такой яркий поединок не сделать. Нужен оппонент, который готов также закатывать все-таки определенное шоу, стараться делать приемы, стараться бить. Все это делают бойцы. Вот сейчас, конечно, осталось уже меньше для этого сил, но, кто знает, возможно, это подарит нам очередное досрочное завершение. Так, садится маунт Амар Рзаев. И работает локтями. Интересно, будет пытаться переходить на рычаг или будет именно бить? Бьет. Продолжает бить. А вот здесь уже угроза, конечно, удушающего сзади. Молодец, кстати, не пытается сразу сделать. Сначала растягивает, то есть отключает спину. Очень грамотно работает Рзаев. Видно, что сделал. Вот он излег серьезные уроки из своих предыдущих поражений. Ну и, собственно, там он тоже был зачастую очень конкурентен и боец очень интересный. Если не ошибаюсь, в прошлом турнире он вообще в главном бою дрался. То есть бойцы, с которыми он дрался, все были очень сильные. И сейчас бой, который он показывает, это отличный бой. Ну да, и это классика жанра, да, что требуется от профессиональных спортсменов, чтобы ты по ходу поединка набирал от раунда к раунду. И именно это происходит сейчас с Амаром Рзаевым. Как классно сейчас Умаров сработал, да, взял. И вот, казалось бы, мы уже начали говорить. Готовились к досрочному завершению. Да, готовились к такому феерии со стороны Рзаева. А нет, вот смотрите. Смотрите, сам накрывается. Второй эпизод подряд забирает Умаров. И сам садится в такое положение, в котором за оставшиеся 50 секунд вполне может досрочно завершить. И будет, да, и будет вообще это сумасшествие, если ему сейчас удастся это сделать. Старается, старается приложить максимум усилий у Умаров. Ну, конечно же, сил не так много. И тут у главы, тут активно очень подсказывают ему. Ну, самое время подсказывает, да, действительно, 20 секунд. И здесь вот эти конечные эпизоды могут решить все. Ну, вообще, довольно равный же поединок. С учетом того, что совершенно непонятно, кто выиграл первый раунд. Да, и здесь с учетом того, что концовку забирает. Но, наверное, не так ярко выражено, как это удалось в предыдущих эпизодах. Рзаеву действует, Умаров. Но, тем не менее, мы будем ждать вердит. Да, вот благодаря вот этому действию Амарова этот бой не стал столь однозначно, как нам казалось. И сейчас действительно нужно ждать судейского решения. Ну, и очень интересно, что они скажут. Мне показалось, что некоторые преимущества есть у нижегородского спортсмена. Но мы-то смотрели за эмоциональной составляющей. Ну, и как бы общий сюжет такой поединка. А судьи сидели и считали. И вот их подсчеты могут показать, соответственно, кто из них является победителем. Даже если это не совпадает с нами. Так или иначе, отличный поединок. И очень интересно, кто же в итоге стал победителем. В этом бою победу единогласным решением судей одержал Амар Рзаев в красный угол Нижний Новгород. И вместе с тем возвращается.